Новый год не только пара подарков, это еще время корпоративных вечеров и всеобщих гуляний. Вот только после принятия дозы горячительного гулять нужно пешком. Инспекторы ГИБДД ежедневно дежурят в городе и выявляют нетрезвых водителей. За 11 месяцев этого года в городе Иваново зарегистрировано 54 дорожно-транспортных происшествий с участием водителей в нетрезвом состоянии. В результате таких происшествий погибли 5 человек и получили травмы тела 68 человек. Сегодня проводится массовая проверка по выявлению водителя в нетрезвом состоянии, поэтому попрошу вас предоставить водительскую эстеринность и среди стратегии. Пожалуйста. По поведению автомобилиста, по его внешнему виду, инспекторы определяют, пьян ли он. Тех, кто не вызывает подозрения, отпускают, но бывает и иначе. Этого водителя остановили проверить документы. Выяснилось, права управления транспортным средством он не имеет. В придачу ко всему проверка показала 0,24 промилле алкоголя. Допустимая погрешность сейчас составляет 0,16 промилле. Все, что выше, является состоянием опьянения. За езду в состоянии опьянения без прав мужчине грозит арест от 10 до 15 суток или штраф в размере 30 тысяч рублей. Водитель этой БМВ тоже оказался под шофе. Прибор показал 0,58 промилле. Но самое страшное в этом состоянии он перевозил в автомобиле троих детей. Если водитель допускает управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, он не отдает себе отчет в своих действиях. И, как правило, его действия тоже являются наиболее опасными для окружающих и для него самого. Такие водители либо превышают скоростной режим, либо вообще не нажимают на педаль тормоза. И такие дорожно-транспортные происшествия с погибшими мы тоже знаем. Когда в отношении нарушителей уже был составлен протокол, мужчина внезапно начал буянить, бросаться на инспекторов. Группа поддержки нетрезвого водителя тем временем не пыталась его урезонить, а бросалась на камеру, снимавшую конфликт, и на нашу съемочную группу. Девушка, представившаяся гражданкой Америки, телевизионщикам угрожала вполне по-русски, при этом крича о нарушении ее гражданских прав. К счастью, серьезных травм никто не получил. За океанскую дебоширку урезонили только сотрудники полиции. Пьяному водителю БМВ праздники, возможно, предстоит провести за решеткой. В придачу к 10 суткам с нетрезвого вождения мужчине грозит обвинение в неповиновении законным требованиям полицейских при исполнении служебных обязанностей. А это еще 15 суток или штраф. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.